Здравствуйте! Вы снова на канале ArtPlayToday. С вами программа «Зачем ты это сделал?» и я, Маша Романова. Сегодня мой собеседник удивительный человек, неожиданный гость, и я просто счастлива, что он согласился принять участие в этой беседе. С нами Андрей Владимирович Боков, народный архитектор, вице-президент Международной академии архитектуры и президент московского отделения МАМ. Очень рада, что вы с нами. Андрей Владимирович, вот я сразу к вопросу, уже без прелюдий. Когда мы думали об этой программе, и необходимым этапом был некий манифест с моей стороны, как автор и ведущий этой программы, я над ним работала. Кроме каких-то общих вводных слов, первая мысль, которая у меня была, также она отвечала на вопрос, зачем я это делаю, было о том, что хотелось поговорить о людях в нашей профессии, о том, что происходит, о том, что было, что будет, это, чем сердце успокоится. И я вспомнила о том, что в корне образования слова архитектор лежит главный строитель. На сегодняшний день все чаще мы скрушаемся сами, и нам говорят, где же вы, что же вы, где же вы архитекторы, где же ваше значение, где же ваше слово, где же ваше влияние. Большому сожалению, вот этим главным строителем действительно становятся строители и девелоперы. Но когда это все происходило, а это было весной, я даже в прекрасном сне не могла представить, что нас ведет судьба, и я буду приглашена и принята в члены академии, да, и мы стали общаться ближе. И могу вам сказать, что все те вопросы, которые я задавала виртуально, наверное, я бы могла задать одному человеку и абсолютно уверенно получить на них очень много ответов. Я про вас. Сейчас нам задают вопросы, в частности мне, да, зачем вы это делаете, зачем это нужно, а вообще значение вот этой академии, это же общественная организация, а что вы можете и чего вы хотите. Много вопросов, но, наверное, он один, да, зачем мы это делаем, вы это делаете, и это к вам. Маша, спасибо. Ну, в общем, что такое академия, зачем она нужна, я понимаю прекрасно, в общем, что имеется в виду, и постараюсь, постараюсь как бы частями, в общем, на это ответить. Во-первых, что такое академия, когда она возникла? Возникла она порядка 40 лет, по-моему, тому назад, и надо сказать, что она объединяла совершенно фантастические фигуры. Это были лучшие люди того времени, это почти весь был Тим Тен, что это такое, понятно, да, это люди, которые создали, ну, вот такой завершающий этап современной арт-туры, предлежащий 20-му столетию, вот кого вы не назовете, из всех великих, все они, все они были в этой академии. Причем как с одной стороны, как бы с западной стороны, так и с восточной стороны. Вот это было такое изумительное место, которое придумано было в Болгарии Георгием Стоиловым, такой же легендарный человек, который жив и поныне, там, партизан, участник сопротивления, главный архитектор Софии, министр строительства, президент Международного Союза архитектора, вот все-все-все, о чем только мог мечтать тогда человек из социалистического лагеря, и все это, значит, он собрал, и всем этим он был человек, вызывавший уважение одной и другой стороны. И, в общем, это была институция, это было некое, в общем, явление, которое всеми с великим энтузиазмом тогда воспринималось. Это было начало разрядки или продолжение разрядки, это был, в общем, диалог, диалог участниками которого были представители одной из самых уважаемых профессий в то время, просто, вне всякого сомнения, так и на Востоке, и на Западе. Это были благополучные люди, это люди, которых слушала власть, это люди, которым прислушивалось общество, которые действительно строили этот мир тогда, они были убеждены в том, что они строят этот мир, и все окружающие были в этом убеждены, и Запад и Восток в этом сходился, и они знали, как этот мир строить. И потом, потом наступила некая пауза, наступила некая пауза, и вот сейчас, как мне представляется, есть некоторые основания, они разными обстоятельствами объясняются, для того, чтобы, в общем, эта академия, академия стала бы постепенно возрождаться. Некая международная институция, поскольку люди просто снова почувствовали, почувствовали необходимость диалога, почувствовали очевидные угрозы опасности, которые в глазах грозят сегодня, да, реальные абсолютно профессии на Востоке и на Западе, я могу об этом, так сказать, как-то поподробнее сказать. И вот это стало основанием для того, чтобы кто-то стал проявлять все больше и больше к этому интересу. Ну, во-первых, академия – это не только вот какое-то непонятное членство, это целый ряд событий, это всякого рода там конкурсы, это всякие биенналии и конференции, встречи людей, и людей самых разных, и людей разных поколений, и вот так как-то. Но для России ценность этой институции, она не только возможностью просто быть академиком и так далее. Но, по крайней мере, есть два резона, как мне кажется. Первый смысл в том, что в России полностью отсутствует система, ну, скажем так, вызывающая доверие, ну, какого-то, какого-то… Это не профессиональные квалификации, ну, система организации профессии. Это за последние годы сделано все для того, чтобы вот этот удручающий процесс депрофессионализации практики, чтобы он набирал обороты. Это касается не только архитектора, это касается, в общем, всех видов деятельности. Практически мы это чувствуем, мы это видим, это действительно становится болезнью. Непрофессионализм становится некоторой нормой, вообще говоря. Принципиально важное решение принимается людьми, которые не считают себя профессионалами и окружающих профессионалами не считают. Доминирует то, что принято называть коммерческим интересом и управленческим интересом. Вот это два рода занятий, которые сегодня практически определяют состояние или ситуацию в тех или иных отраслях, в тех или иных видах деятельности и практики. И архитура не исключение. Но архитура как бы пострадала больше других, потому что в свое время была наделена вот теми полномочиями и теми представлениями, о которых я сказал. Итак, сегодня Россия еще и страной особенно является по той простой причине, что формально у нас вообще нет архитекторов. Просто у нас нет архитекторов. Я сегодня встречался там с ребятами, студентами и пытался им объяснить, почему. Дело в том, что мы подписали, как знаете, Болонскую декларацию, в соответствии с которой мы стали по-другому учить людей. Если раньше мы заканчивали, вы заканчивали, я заканчивал институт, получая бумагу, в которой было написано «архитектор», да, нам оставалось только побыть некоторое время молодым специалистом, и все. И дальше мы считались, в общем, полноценными мастерами. Сегодня люди, заканчивающие высшеучебные заведения, остаются магистрами и бакалаврами, и следующий шаг они сделать не могут. Просто следующий шаг отсутствует, его нет. То есть они не становятся архитекторами. Об этом можно долго говорить, объяснять, почему это, почему так парадоксально устроен у нас профессор, что, скажем, если вы выбираете карьеру, исследователя или преподавателя, защищаете одну диссертацию, другую диссертацию, получаете какую-то бумагу, подтверждающую вашу квалификацию, да, это понятный рост, понятные изменения и понятные подтверждения. Это государственная бумага, которая, в общем, определяет ваш статус, ваши права, в общем, ваши полномочия и все остальное. Права на выполнение какой-то работы достаточно серьезной. А вот если вы идете в практику, у вас ничего подобного нет. То есть вы можете творить все, что угодно, не имея практически ничего, и прикрываясь лишь некоторым общим документом, который называется свидетельство о допуске к тем или иным видам деятельности, которое, в общем, выдается юридическому лицу, какому-то там, какой-то там, я не знаю, ромашке, студии 25 и так далее, и все. И все. И дальше следствием этого является просто отсутствие какой бы то ни было системы и квалификации людей, и отсутствие какой-либо оценки, оценки, в общем, того, что вы делаете. Следствием этого прямым – это качество падающего окружения, качество города, в котором мы живем, и так далее, и так далее, и так далее. То есть состояние профессии, состояние городов связано самым непосредственным образом. Самым непосредственным образом, повторяю. Никто это не обсуждает, никто это не обсуждает, потому что некого обсуждать и нечего обсуждать этой, так сказать, категории людей, которые уполномочены, которые имеют некие права и так далее, их практически нет, а если что-то, что-то, так сказать, и имеется, и какие-то слова у них есть, ну, мало ли, на ваше слово моё слово. Значит, в этой ситуации появление прежде всего какой-то системы оценок, которая строится внутри профессии, когда мы говорим, что этот человек достойный человек, он профессионален, он порядочен, ему можно довериться, и мы слушаем то, что он говорит. А вот для того, чтобы это возникло, или для того, чтобы этот вакуум хотя бы отчасти был заполнен, в частности, вот на мой взгляд, и должны существовать такие институты, как Академия. То есть это институт компетенции, кроме всего прочего? В том числе, назовите это так. То есть это те самые люди, которые язвительно обсуждаются, предположим, там есть такое сообщество, да, как Фейсбук. Я такую фразу прочитала, а судьи кто? А, чудесно, конечно. Разумеется. И надо сказать, что отсутствие, вообще говоря, судей, отсутствие суда – это мечта. Это значит, что можно делать всё, что угодно. Это мечта вот тех людей, которые задают этот вопрос. Понимаете? Им это не нужно. Им это не нужно. Я сталкивался с людьми, которые говорят, вообще, зачем профессиональная квалификация? Что за глупость? Я вот, я молодой человек, я должен, почему я должен вообще кого-то слушать, и зачем мне надо ещё пять лет или три года какой-то профессиональной практики? Я сейчас лучше всех знаю, и лучше всех понимаю, и так далее. Да, и вот этими людьми делается то, что делается, делается вокруг. Это означает то, что ни общество, ни города не защищены никак от этих амбициозных людей, да, не защищены от непрофессионализма, следствием которого является вот то убожество, с которым мы сталкиваемся, хаос, всё что угодно и так далее. Вот прямое следствие как раз о суде кто? Если ты, не знаю, занимаешься выпиливанием лобзиков, это возможно, да? Но если ты являешься представителем социально ответственной профессии, да, если ты врач, юрист, архитектор, мы относимся к этой категории людей, то ты должен чем-то ещё всё-таки подтверждать своё право быть этим человеком. Значит, ещё раз, мы знаем, что для этого надо написать диссертацию или книжку, для этого надо выиграть какой-то конкурс или что-то ещё. Вот сейчас всех этих институтов, к сожалению, в стране просто нет, у нас нет открытых конкурсов. Тех конкурсов, которые даже были при советской власти. И тех конкурсов, которые позволяли сравнить. Вот это я, вот это Петя, вот это Вася, вот эта звезда, вот эта звезда прошлых лет и так далее. Сегодня этого нету. Да? Сегодня здесь существует какой-то тип каких-то странных искажённых корпоративных отношений, особенно в Москве. Особенно в Москве, да. Это абсолютно закрытая, так сказать, такая, в общем, корпорация. И, ну, вот так получилось, так получилось. Почему? Потому что, да, профессия должна себя, видимо, защищать. Какие-то системы отбора, наверное, существуют. Вот они выбрали такую систему отбора в отсутствии других систем, альтернативных систем, в частности, той системы квалификации, которая есть во всём мире, когда квалифицируемой единицей оказывается физическое лицо, а не юридическое лицо. То есть вы со своим именем, со своим обществом, со своей репутацией, со своим опытом, со своим образованием, со своей страховкой, извиняюсь, и с подписанной вами бумагой о том, что вы обязуетесь ещё вдобавок ко всему, я извиняюсь, следовать некоторым моральным, этическим нормам профессии. Вообще здесь не всё просто. Существует как бы два типа профессии. или два типа профессии, два рода архитекторов, если угодно. И люди по-разному себя ведущие называют себя архитекторами. Есть две традиции профессиональные. Одна сложилась, если угодно, в романоязычных, романо-говорящих странах. Эти страны нам ближе, я полагаю, к культурным отношениям, исторически как-то, не знаю, там Италия, Франция. И есть так называемый англосаксонский мир, где другой тип профессионалов, в принципе, сложился. Это тот тип профессионалов, которые вполне себя гордо называют дизайнерами, занимаются тем, что называется architectural design. Это not an architecture, but architectural design. И это не та архитектура высокая, которая существует и до сих пор культивируется во Франции, в Испании, в Италии и так далее, где это несомненная часть культуры, и никто не собирается подчинять эту часть культуры строительному бизнесу, тем более. Когда вы сказали, там, сегодня девелоперы, строители, еще кто-то, это разные, разные люди. Строители – это профессионалы, которые сегодня переживают не лучшие времена далеко, те, которые занимаются, ну, просто стройкой. Мы представляем себе, что это за люди и так далее. А есть действительно, есть крупный бизнес, прежде всего крупный, девелоперский бизнес. И так получилось, что в свое время, в начале нулевых там где-то, была избрана вот та самая модель, которая скорее является англосаксонской, да, где центральной фигурой является не профессионал-архитектор, а прежде всего, конечно, девелопер и застройщик, где этот девелопер и застройщик наделен обширнейшими полномочиями, где он является центральной главной фигурой. И что самое удивительное, в общем, в Америке это работает. Но это также отличается от практики, скажем, романоговорящих стран, как условно говоря, там Нью-Йорк отличается от Парижа. Вот разные города и разные профессии. И мы сейчас, к сожалению, выбрали для себя путь американского города, не имея к тому, в общем, ни малейших оснований. То есть мы сообщили бесконечные полномочия тем людям, которые, в общем, в условиях вот культуры отечественной, в условиях того состояния, того состояния городов, поселений, тканей, расселений и так далее, в общем, особых полномочий иметь, иметь, наверное, не должны. Сегодня не тот случай, когда мы можем полностью довериться бизнесу в этой сфере, полностью довериться девелоперу и крупному девелоперу. То есть мы не вправе сегодня в силу необходимости соблюдения каких-то, каких-то, в общем, социальных целей, следования им, передавать все полномочия только бизнесу, как это сегодня у нас в общем принято, в том числе проектному бизнесу. Вот как-то так. Смотрите, этому процессу как минимум 22 года. Думаю, даже побольше. Ну что значит? Нет, ну что значит? Я про другое хочу спросить. Это же произошло не в один день, и не за последние два года. Да, разумеется, конечно. Были предпосылки, были причины, потом что-то другое усугубляло, и дальше эта цепочка, когда уже ты теряешь причинно-следственную связь, одно тянет за другое, и оно произошло, то, что произошло. Как вы думаете? Я понимаю, что это вопрос невозможного. Сколько лет необходимо? Это 2-3 поколения архитекторов. Что должно произойти? Ну, во-первых, должно ли происходить, и что? Ну, я, может быть, с другого начну немножко отвечать, да? Я собирался об этом сказать, что, может быть, целью академии должно быть целью академии, в частности, той академии, вот о которой мы говорим сейчас с вами. По крайней мере, три задачи, которые могут решаться только этой академией, как международной структуры. Что значит, международная? Это значит, что эта академия объединяет людей из разных стран. Ну, большая академия объединяет архитекторов из 40 с лишним стран. А вот московское отделение это такое полуавтономное как бы образование, возникшее согласие большой академии объединяет архитекторов в основном из стран СНГ. Ну, еще некоторое количество там из сопредельных, так сказать, государств. Для нас принципиально важно сохранение этих отношений, хотя бы в интересах ну, какого-то какого-то мониторинга трех сфер. Первое, это все-таки наше представление о том, что мы делаем и куда мы движемся, да? Обычно это связывает с понятием города. Вот каким должен быть этот город? Значит, советская модель как бы рухнула, вообще утопическая модель этого города рухнула, она, в общем, неактуальна, мало кого волнует. Что же вместо нее? Опять это безумный, так сказать, девелопмент. Да, прибыли ничего больше, значит, квадратные метры, но только уже за рубли, а не просто так, или что-то другое. Значит, нас это волнует в большей степени, чем наших западных коллег, и это является предметом нашего интереса, предметом обсуждения, да даже просто, даже просто наблюдение того, что сегодня происходит в Азербайджане, Казахстане, Белоруссии, Грузии и так далее, представляет, на мой взгляд, чрезвычайный интерес. Наверное, наблюдение, анализ и выводы, да? Да, разумеется, да, да, да. Что такое? Второе, это, конечно, то, что, извиняюсь, называется законодательно-нормативная база. То, что это законодательно-нормативная база в России не самым лучшим образом выглядит, нам понятно, да, масса к этому претензий, ко всем этим СНИПам и так далее. В этом отношении наши коллеги по московскому отделению, скажем, те же белорусы и те же казахи, они нас существенно-существенно обгоняют. Просто по качеству нормативной базы. Хотя база у нас исходная, если угодно, была одна и та же, она советская. Но они эволюционируют гораздо быстрее и гораздо более в правильном направлении. Третье, это система квалификации. Вот то, о чем я говорил, это чрезвычайно болезненная тема. Это, ну, как минимум, это, в общем, согласование каких-то учебных программ или сопоставление для начала того, как они учат, как мы учим. Хотя бы исходя из того, что, в общем, раньше мы были очень похожи друг на друга. Но вот это является предметом нашего интереса. Интерес внутреннего, скорее интереса, который, в общем, не выплескивается за пределы этих институций. Просто каждому из нас интересно слушать другого, интересно смотреть на города, в которых мы живем, интересно сопоставлять, как я уже говорил, на штату базы и прочее. Но это мы готовы всякий раз предъявлять любому, кто готов это слышать и во всем этом разбираться. Это тема невостребованности. Невостребованности просто научного знания, невостребованности мнения профессионалов. Но вот с этим, с этим, так сказать, приходится мириться. Тем не менее, мы должны, мы должны делать то, что мы должны делать. Знаете, это такое есть, да? Делает то, что нужно и будет свободно. Да, разумеется, да. А что может, а как вы думаете, а что может общественная организация? Даже по отношению к нормативной базе? Сегодня, я с сожалением должен заметить, что сегодня не лучшее время, да, ни для профессионалов, ни для общественных структур. То есть, ни те, ни другие не переживают какие-то лучшие времена. Я сегодня проезжаю с кем-то из своих коллег и друзей трубную площадь. Мы смотрим на все чудеса, которые там вокруг появились, все эти стеклянные на месте бывшего туалета замечательного какой-то возник дворец, там еще. И мы вспоминаем, что на этом месте был дом политпросвещения, или как-то он еще назывался, который Андреев делал. Это не было шедевром советской архитуры, но этот дом был замечательный над ним. В первый месяц своего появления в городе Москве в роли первого честеря горкома партии Борис Николаевич Ельцин провел встречу с молодыми московскими архитекторами. Вот представьте себе первая встреча вновь назначена от первого секретаря произошла не с начальниками, не с какими-то такими, другими и так далее, не с партийным активом и прочим, а с молодыми московскими архитекторами. Это просто показывает тот уровень, с которого мы дальше, дальше стартуем, с которого мы дошли до того состояния, когда нас не очень хотят слышать и не очень даже понимают, что мы имеем в виду. То, что эти состояния могут как-то, этот диалог может возобновиться, я нисколько в этом не сомневаюсь. По-видимому, для этого нужны какие-то серьезные причины, и думаю, что мы скоро эти причины в общем увидим. причина для диалога, а не может один человек предложить свой диалог другому? Знаете, я воспринимаю этот вопрос как персональный, имею право на то, что воспринимаете, потому что я был где-то 8 лет президентом союза архитекторов, а сейчас я вот этим занимаюсь. Я сделал все от меня зависящее для того, чтобы донести мнение профессионального сообщества до руководства страны, руководства города и так далее. Я сделал все. И я надеюсь, что отчасти хотя бы в какой-то мере в общем это было услышано. То есть могло быть наверное хуже, если бы этого не было. Знаете, меня часто посещает такая досадная и грустная одновременно мысль, когда я смотрю на это прекрасное сообщество, когда все собираются совершенно чудесные суперинтеллектуальные интеллектуалы, люди фантастических каких-то междисциплинарных понятий, интеллектуальный генофонд. Ну, неужели нет среди административных структур людей, которые способны каким-то образом поддержать этот диалог хотя бы малого количества людей, которые просто бы ответили да, давайте поговорим. Здесь же нужно диалог начать. Вот вы говорите, вы пытались много лет. но это просто какой-то интеллектуальный цвет, светлейшие мозги, люди, которые, в общем-то, неповерхностно, достаточно глубоко разбираются и даже в азах экономики представляют себе, как развиваются города, что является базой развития и неплохо понимают, что происходит сейчас, потому что действительно это межвремени, это действительно какой-то слом эпох, культур, скоростей, образа мышления, образа жизни. но это мы, это та профессия, которая и формирует среду, а среда формирует человека. Ну, во-первых, спасибо большое за комплимент. Потом, я все-таки должен сказать, что, вы знаете, отсутствие диалога действительно виноват обе стороны. Это действительно так. Здесь я не склонен ответственность себя и своих коллег отчасти снимать. Да, действительно, нас слышать как бы не очень предрасположенное. Я, когда слышу такое признание одной своей заказчице, мне она говорит, настолько все так сложны, вы знаете, начинать что-то рассказывать. Я понимаю, что вы правы, но слышать вас до того как-то тошно, что просто хочется. Я лучше вот позову молодого, понимаешь, он говорит, все как, серый, серый, белый, белый, вкрапи, да нет вопросов, конечно. Сделают, а не сделают второй вопрос, понимаете. Но их как бы слушать, в общем, да. Это значит, что я не хочу квалифицировать это. Значит, изменились, изменились некоторым образом запросы, изменился язык. Видимо, видимо, это, да, это сетевая. Абсолютно другая лексика. Другая лексика. Да, все это изменилось. Значит, профессиональное собственность не успело измениться и не успело изменить модус поведения, характер, стилистику и так далее. стать легче и проще. Думаю, что да, безусловно. Значит, да, да, да. И происходит то, что происходит, когда нежелание, возможно, да, неспособность поменять язык, пытаться, пытаться говорить иначе, быть более понятным, пытаться изложить то, что раньше ты писал, не знаю, на ста страницах, на трех страницах и так далее. Да, 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 это, так сказать, большое-большое, в общем, искусство, это требует усилий, вне всякого сомнения, но этого не происходит. Если этого не происходит, если человек себя не заставляет это делать, это приводит к некоторым внутренним необратимым внутренним мутациям, если угодно. То есть это не способствует и развитию профессионального создания, приводит к деградации людей, понимаете? Да, да, отказ, отказ от участия, что очень модно тоже, к сожалению, приводит к деградации в общем профессионалов. Значит, они, они, будучи невостребованными, лучше не становятся, понимаете? Вот такое, такое, как бы, эзотерическое знание, оно может быть там накапливаться, оно может быть бесконечным, но оно само по себе, в общем, не продуктивно, и это не то знание, которое внутри архитуры вообще представляет ценности, может бесконечно воспитываться. Оно нужно, оно нужно, но оно должно периодически, в общем, предъявляться городу и миру. Эти способы предъявления нам тоже нужно, конечно, осваивать, и здесь не все в порядке, я с вами соглашусь в этом отношении. Ну, что еще, что еще по этому поводу, можно сказать? Мы научились замечательно имитировать, не знаю, имитировать современную архитектуру, имитировать какое-то благополучие, имитировать там среду и так далее, но у нас как-то не возникает ощущение того, что на имитации долго-долго как-то не протянешь, понимаете, это никого не интересует. На этом нельзя воспитать, да, на этом нельзя воспитать собственную архитектуру, которая вызывала бы уважение, понимаете, это очень быстро стареющий продукт и, в общем, мало кому нужный. Ну да, мы доказали, что мы практически, там нас не отличишь от каких-то французов десятилетней давности, да, вот все, все, что мы сделали. Но это происходит не всюду, это происходит не всюду, это, возможно, возможно, происходит скорее в Москве, чем где бы то ни было. А, скажем, скажем, такой город, как Петербург, он является примером абсолютно другой политики, другого поведения, другого отношения к городу и другого отношения к профессии. Вообще, это две разные, если так задуматься и присмотреться повнимательнее, это две разные стратегии, если угодно. Культура разрушительная и культура строительная, я бы так их назвал. Вот. И то, что сегодня почему-то опыт Москвы считается предпочтительным и требующим какого-то распространения, ну, вовсе не значит, что опыт Петербурга заслуживает меньше внимания. Не все тоже благополучно в Петербурге, разумеется. Там тоже, в общем, силен этот застройщик, но там существует бесспорно городское сообщество, которое достаточно внятно, в общем, свою позицию в состоянии как-то предъявлять. Там существуют, все-таки, существуют какие-то регламенты, там высотный регламент, там существует генеральный план, там существует масса такого, что позволяет городу оставаться городом. Не быть местом постоянных каких-то трудно-трудно предсказуемых изменений, изменений, последствия которых также трудно предсказуемых. Как вы думаете, вот в таком большом городе, как Москва, при пересечении столкновений интересов огромных в руках людей, возможно ли такое сообщество? Или хотя бы какая-то институция, отчет на горожан, где будут и архитекторы? Дело в том, что я понимаю, о чем вы говорите. Мы до сих пор плохо себе представляем ту реальность, в которой мы живем. Вот хотя бы просто адекватная оценка происходящего. Мы ее не в состоянии в общем выстроить, эту адекватную оценку происходящего. Действительно, в чем некие существующие положения, так называемые. В чем некие, не люблю это слово, вызовы есть, да, такое прекрасное, челлендж. Американцы не любят слово проблемы. Когда они говорят проблемы, они тут же охватаются за голову, все, это конец. Челлендж, это вызов. Да, это вызов. Вот хотя бы эти вызовы. Эти вызовы. Как эти вызовы в общем-то относятся друг с другом и так далее. Существуют некоторые, я прямо скажу, такие интеллектуальные травмы. присущие некоторому сознанию вот тех людей, которых я назвал, это такое некое деловое сообщество, это управленческое сообщество и так далее. Это фрагментарность, решительная фрагментарность сознания. То есть неспособность видеть реальность целиком во взаимоотношениях. То есть отсутствие системного взгляда, системного видения. Просто категорически у них этого нет. Да, вот здесь и сейчас, вот отсюда сюда, из пункта А в пункт Б уже пункт С там отсутствует просто в размышлениях. И что будет следствием, так сказать, отмещения из пункта А в пункт Б, этого нет. Этому, этому мировоззрению, или этому подходу, конечно, надо учиться, оно просто отсутствует у нас. У него нету, нету фундамента, нету оснований по той простой причине, что 70 лет советской власти мы считали, что город полностью управляем, абсолютно полностью, все, что мы вправе делать, все, что угодно, сносить, строить и так далее, и так далее, как мы хотим, не оборачиваясь, не завоевываясь и так далее, не проводя никакие предпроектные исследования, не пытаясь, в общем, установить некоторые сущности и определить природу того или иного явления, и в итоге мы получили то, что мы получили. Наши города, конечно, невероятно искажены наследием последних лет советской власти. Вот этим массовым индустриальным строительством, этим обилем бетонных, этих квартир, и всего остального, отсутствием улиц, отсутствием того, что сейчас называется открытых пространств, чудовищном состоянии инфраструктуры, неупорядоченность этой инфраструктуры и так далее, феноменальным разрывом между городом и деревней, драматическим разрывом, неуправляемым ростом больших городов и так далее, это все последствия вот того, что было и последствия отчасти того положения дел, которое сегодня существует. Кстати, это все впрямую относится к предмету занятий любой академии, любой академии. Вот академия ровно для этого существует, чтобы иногда, в общем, высказываться или как-то задумываться об этом. Я когда вас представляла, наши зрители уже знают, что вы также вице-президент Международной академии. Наверняка вы знаете о всех подобных либо сферах таких же, этих проблем. Они идентичны? Нет, конечно. Либо у нас совсем свой путь? Нет. Тогда скажите мне, пожалуйста, опыт какого города вам интересен понять? Я не говорю о структуре города, как развивается этот мегаполис, но вот он уважаем вами, и если бы вас попросили привести пример от обратного, да, вот у нас происходит так, а могло быть по-другому, чей бы опыт вы привели? Вы знаете, нету одного города. Есть то, что можно назвать, я не люблю это слово, тренд или... Ну, тем не менее. И он абсолютно очевиден. Он, да, его можно назвать и можно его сформулировать. Суть его весьма и весьма проста. Вы это наблюдаете в Евросоюзе, вы это наблюдаете в Канаде, в Соединенных Штатах, в Австралии, вы видите движение в этом направлении Китая и всех стран Юго-Восточной Азии, Японии, Южной Кореи и так далее. Вы это видите все. Это я назвал бы эпохой-эпохой постгородской. Города сегодня как нечто противоположное, противолежащее не городам, они сегодня практически-практически завершают, так сказать, некоторый период своего существования, цикл. А сегодня сформировалась в тех местах, в которых я говорю, в Китае формируется некая непрерывная, непрерывная линейка сред, которая объединяет самые высокоплотные, самые, как мы сказали бы, там, не знаю, совершенные и так далее, значит, центральные районы, центральные блоки, кварталы, зоны, не знаю, какого-нибудь Нью-Йорка, Лондона, любого другого города, с последней фермой, которая находится далеко на периферии и так далее, и так далее, между которыми нет драматического разрыва, к которому мы привыкли, между которыми находится обширнейшее пространство, называемое, в одном случае, пригород, в другом называется сеть малых городов и так далее. Но самое удивительное, то, что существование за пределами вот этого большого города сегодня является в чем-то более предпочтительным и, по крайней мере, в уровне комфорта никак не уступает существованию большого города. как в России. Более того, люди живут одновременно в нескольких средах. Они работают в центре города, они работают где-то в более плотной, не знаю, там, ткани, да, и живут, они предпочитают жить далеко за городом, ну, недалеко, в общем, там, в том, что называется сабербии, пригородами и так далее. В Европе это малые города. Европе это малые города. Значит, где-то час-полтора, час-пятнадцать до работы не хотите, вы не жаете, работаете дома. Значит, это жизнь в пригороде, это выбор 70% американцев, 65%, 60% европейцев в разных странах по-разному. Вот что это такое. Значит, еще раз, это система расселения, а не города, о которых мы постоянно долдоним, говорим и прочее. Но мы вынуждены об этом говорить, потому что нас пугает все то, что мы видим, выезжая за пределы большого города. Вот весь тот кошмар этих самых коттеджных, каких-то, коттеджных, каких-то убогих, этих самых построек, без дорог, без, вообще, без воды, без газа, без инфраструктуры или с газом, но без там, без тех же дорог, вот весь этот кошмар нас, конечно, пугает. И больше того, мы не признаем сам факт развития этих территорий. Не признаем. Единственное, что мы любим делать, это строить 25-этажные или там еще больше 30-этажные дома на тех территориях, которые дают максимальную, как бы, отдачу, является их освоение предельно выгодным. Это вот такой, такой особый взгляд, в центре которого прибывает вот этот как бы современный город, как бы современный город, который ничего общего не имеет с тем, с той тенденцией, о которой я говорю, и ничего общего даже с теми явлениями, которые реально просто вокруг нас как бы наблюдаются, возникают и существуют. Люди сами себе строят, как вы знаете, порядка половина всего вводимого жилья в стране вот этим чудовищным способом. То есть индустрии малоэтажного строительства у нас нету. Значит, эти смешные люди говорят о том, что у нас есть индустриальное строительство и есть ИЖС. То есть индивидуальное жилищное строительство и есть индустриальное строительство. Не зная или не понимая, или делая вид, что они не понимают, что вообще неиндустриального строительства, в принципе, за немногим исключением строительства каких-то шедевров, там, Захаддит и прочее. И то это делается, в общем-то, индустриально. Так вот, неиндустриального строительства в мире нету, оно осталось у нас. В виде вот этого огромного серого сегмента кустарного, когда, не знаю, там, из спичек чего-то, там, каких-то непонятно чего, значит, на коленке непонятно кто, значит, да, как это, средствами серой экономики вот этого строительства. Но это, еще раз, это половина вводимого жилья или около половины вводимого жилья. Это означает, что люди, вопреки обстоятельствам, значит, земля не отводится, сетей нету, дорог нету и так далее. Но люди хотят жить по-другому, понимаете, хотят жить на земле. Да? Вместо того, чтобы дать им возможность, мы продолжаем все разгонять в эти самые многоэтажные дома с, так сказать, с удивлением наблюдая за тем, как они там взрываются, газ, то, сё, и даже не отдавая себе отчет в том, что завтра, не знаю, что-то, не дай бог, случится с этими самыми сетями централизованными, с подачей тепла, с подачей электроэнергии. Как сказать, у 25-го этажа старуха будет там спускаться за хлебом и так далее. Это крайне затратные, очень неустойчивые в системном отношении и так далее решения. Казалось бы, казалось бы, всё очевидно. Тем не менее, в общем, видите, мы как-то, мы как-то к этому относимся. Относимся, да. Я очень сожалею, что мы говорим о вещах каких-то прозаических, технического свойства. Да, мы с вами вернулись. Я в высоком не говорим вообще. Мы с вами вернулись к компетенциям, и, конечно, о дорогах и о прекрасных умных людях мы можем эту тему развивать бесконечно и ходить по кругу. А наши перспективы, как вы думаете? Они восхитительны. Вот с перспективами всё отлично. Вот с перспективами всё классно, я просто могу вам сказать. Лицо изменилось. Я понимаю, что нас ждёт светлое будущее. Да, 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 да. Не так давно, знаете, популярна была тема, там, мы достигли дна или не достигли, коснулись, и теперь идём наверх или... Мы идём наверх? Ну, конечно, я думаю, что мы, несомненно, пойдём на охрану. Огромная страна всё-таки с огромной культурой и так далее, конечно. Какие-то в последний момент срабатывают какие-то механизмы самосохранения, и всё как-то всё поправляется, понимаете. Ну, для этого надо довести уже всё там. И город до такого состояния, что, боже. Но потом всё поправляется. Потом всё поправляется. Ну, вы знаете, в России всё очень быстро происходит. НЭП, как вспоминал мой дедушка и папа, там, за два года из разрушенной абсолютно, да, пребывающей, в общем, в состоянии голода, разрухи, в ужасном состоянии страны, в общем, да, сделал страну процветающую. Потом за приблизительно такое же время она, значит, да, впала в другое состояние. Земская реформа, я всё время говорю, где-то 64-го года, Великой Земской реформы, которая создала российский город, малый, средний российский город, прежде всего, со всеми этими замечательными, там, гимназиями, реальными училищами, больницами, театрами, там, концертными залами, филармониями и прочее, 25 лет что-то в этом роде, изменился полностью облик страны, всё, стали строить дороги и так далее, и так далее. Значит, да, вот, вот всё это, всё это было. И, кстати, тогда, тогда возникает нужда в архитекторах. Вот тогда возникает нужда в архитекторах, в умных архитекторах, в среде. Среда же, среда же не архитекторами делается, вернее, не только архитекторами. И среда делается не властью, не большим бизнесом. Большой бизнес и власть – это инфраструктура, это дороги и так далее. А среда – это только малый бизнес, это соседские сообщества, это всё, что происходит вокруг вашего дома. Это люди, которые уважают своё собственное жильё, которые уважают соседей, которые объединяются в интересах, так сказать, окружения и так далее. Это то, что нам предстоит ещё освоить и получать от этого удовольствие. Андрей Владимирович, спасибо за беседу. Было очень интересно. И мы надеемся на продолжение диалога. И вполне возможно, что через какое-то время мы будем говорить о позитивных изменениях. Я бы очень хотела. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Это был, может быть, долгий для вас диалог, но чрезвычайно интересный и познавательный, по крайней мере, для меня. Надеюсь, что и для вас. Мы действительно надеемся на продолжение. И если будет возможно, нам тоже интересно получить от вас обратную связь, до какой степени действительно нам нужно меняться. И об этом говорят часто и молодые архитекторы, что мы бываем слишком академичны, фундаментальны, а время требует другого. Интересно будет, что скажет молодёжь. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!